Добрый вечер, в эфире телекомпании «Город» программа подробностей. Вчера в России прошли митинги и концерты в честь первой годовщины присоединения Крыма. Такой митинг состоялся и в нашем городе, в Рязани. И сегодня в нашей студии Валерий Николаевич Шацкий. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер, добрый вечер, дорогие рязанцы. Вчера ваше выступление, наверное, было одним из самых ярких. О чем вы говорили? Расскажите тем, кто не был на митинге. Не знаю там насчет самых ярких, но я говорил искренне, от всего сердца, потому что действительно это праздник такой общий для россиян, возвращение Крыма и Севастополя на родину. Но для меня лично это не только, как сказать, святое место, вернувшееся в Россию, святое место, потому что оттуда пришло православие на Русь, святое гордость, слава наша Севастополь. Но для меня Крым это еще и личное, как бы, участие, поскольку мои родители, отец и мама были ранены, освобождая Крым от захватчика во время Второй мировой войны. И поэтому это и моя гордость. Но я еще и рассматриваю это как торжество справедливости, как праздник справедливости, потому что, когда эта земля была передана другому государству, я это рассматривал просто как какой-то политический нонсенс, абсурд, потому что это исконно русская земля. То есть, как это можно отдавать другому государству и чувство обиды, и, ну, боли какой-то подступало к горлу. И мы с этим, как бы, жили. И мне, как президенту, приходилось и на российского центра УНИМа, Международного союза театра кукол, приходилось выступать в защиту Крымского театра кукол, обращаться к тогдашнему руководителю Крыма Азарову с просьбой поддержать кукольников, которые там месяцами не получали зарплату. И там что-то подвигалось. Но, к счастью, вот эта несправедливость, она была быстро пройдена, и Крым снова наш. И я рад и горд, что Рязанский театр кукол одним из первых, в первых рядах, уже после двух месяцев, после присоединения, отправился на гастроли в Крым. И в пяти городах мы были. И в Симферополе, Севастополе, Алуште, Ялте, Николаевке. И мы там показывали спектакли. Почти четыре тысячи зрителей аплодировали Рязанскому театру кукол, восхищаясь его искусством и радуясь возможности увидеть российское искусство. И я рад сказать, что сейчас вот эта связь, теперь Крым наш. И я рад, что уже в апреле месяце крымский, академический крымский театр кукол будет гастролировать на сцене нашего Рязанского театра кукол. И 18, 19, 20 апреля крымский академический театр кукол покажет свои спектакли. Я с удовольствием приглашаю родителей и с детьми. Это наши замечательные, так сказать, плоды нашей дружбы и этого как бы решения. И вы знаете, я с ужасом думаю о том, что если бы не нашлось, что бы было, если бы не нашлись такие, ну просто отчаянные, может быть, люди в Крыму, замечательные, которые смогли объединить вот эту, ну я не знаю, любовь к России, тягу к России, объединить в такое сопротивление. Слава Богу, что и в руководстве России нашлись решительные люди, мудрые, которые быстро, оперативно навели там порядок. И вот то, что мы вернули Крым, и без единой, ну без единых каких-то потерь, слава Богу, без какой-то большой крови, и это, ну просто замечательно и здорово. И это внушает такой оптимизм и гордость за нашу страну, и я просто искренне, лично рад и счастлив. Вот кроме того, о чем вы уже сказали, для кукольников, это же отдельный какой-то вот мир для кукольников, для искусства вообще. Какие границы, в принципе, они были заметны сильно? Ну, конечно, границы всегда заметны, и вот это то, что сейчас происходит. Ну, кукольников всегда называли одной единой большой семьей, для которой практически почти не существовало границы. Мы были уверены всегда, что приезжая в любой город, в любую другую страну, если ты, кукольник, найдешь в этом городе кукольников, они тебя примут, приласкают, обиходят, я не знаю, и напоят, накормят и спать уложат. Поэтому я считаю, что несмотря на все эти границы, мы старались быть ближе. И я надеюсь, что и сейчас вот мы... Вот мне пришло письмо в театр из сегодня, так сказать, такого болезненного места, который, ну, будоражит нас, не дает жить спокойно, потому что мы все представляем, что сейчас происходит на юго-востоке Украины, продолжается. И вот пришло письмо директора Луганского театра кукол, который вот пишет о своих проблемах. И когда мы говорим о творческих проблемах, это все понятно и все замечательно и хорошо. Как сделать удобнее, чтобы дети ходили, как лучше сделать спектакль, это одно. Но проблема-то, оказывается, для них уже в другом. Проблема заключается в том, что поесть и чем покормить. Зарплаты нет, пойти нам не дают. В театре идут нервные срывы, истерики. Артисты снимают с себя драгоценности, чтобы продать и еще как-то продержаться. Министр сказал, Сережа, держись, ты не имеешь права сдаваться. Я держусь. Нашел возможность дать средства на проезд, чтобы сохранить в семье хотя бы булку хлеба. Встретил друга, он дал по килограмму муки, по 120 грамм печенья и по стакану масла на человека. Но силы на исходе. Когда все это перед твоими глазами, и перед тобой десятки судеб и сотни проблем, ты боишься сегодня потерять еще кого-то из них, и не знаешь, чем помочь. Это страшно, страшно за театр. Страшно подумать, что 18 лет в театре, когда ты создавал команду профессионалов, специалистов, все это может рухнуть. Вот такие наши новости из нашего прекрасного сегодняшнего дня. И, к сожалению, это не кошмарный сон. Луганск. Директор театра «Кукол» Сергей Викторович Терновой. А что пишут? Зрители ходят? Ну, они работают. Зрителей, конечно, мало. Средств мало. Потому что, ну, как сказать, театр под обстрелом не случайно говорят, когда говорят, пушки, музы молчат. Хотя это как бы не совсем верно, но тем не менее, особенно для детского театра, это очень важно. Сейчас они пытаются работать. Пытаются приехать в Россию, заработать какие-то средства. Потому что ведь все разрушено. И средства банковские системы, и все. Мы живем на гуманитарку. Вот мы хотим перечислить средства туда от одного из спектаклей своего. И все это могло быть и в Крыму. И слава Богу, что этого не состоялось. И вот ребята, актеры, уже там поговорили о том, что можно собрать какие-то там продукты, которые не портятся, чтобы переправить туда. Слава Богу, в Рязани очень много людей, я не знаю, которые сочувствуют, не просто на словах эмоционально, а делают, помогают. Они посылают туда машины, собирают гуманитарку, ищут транспорт, договариваются, везут туда. Я вот переговорил с одним из таких людей, и он обещал наши, как сказать, посылки с продуктами доставить в Луганск, и чтобы поддержать наших коллег там в это трудное время. Мы, россияне, пережили все это, и когда-то у нас тоже было пустые... И научились подавать руку помощи, научились. Да, ну, всегда русский человек был нежадным человеком, добрым и сочувствующим. Поэтому, несмотря на то, что вот сейчас внутри страны некоторые заявляют, что, дескать, Крым – это большая обуза, которую нам надо тащить. Знаете, хочется сказать, что в России есть поговорка «своя ноша не тянет». И эта ноша, которую мы будем тащить совместно, честное слово, не тянет, а наоборот, еще принесет помощи, выгоду и все. Поэтому, что тут злопыхать? А те, кто кричит со стороны, что Крым верните и там и прочее, ничего подобного. Мы, Крым наш, Крым российский, наше дело правое, и мы победим, и мы не отступим. На этой прекрасной ноте давайте попрощаемся с нашими телезрителями. Спасибо за встречу. Десять минут и стекли. Спасибо вам. Спасибо, Рязанцы, за внимание. И спасибо тем, кто поддерживает людей в трудную минуту. Это была программа «Подробности». Оставайтесь с нами. До новой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин